всем привет эта программа тренди бренди на телеканале ника плюс и мы ее ведущий александра репникова и ксения остапова и сегодня мы будем говорить о моде на свадьбу до жениться и выходить замуж сейчас крайне модно особенно тенденцию мы с ксюшей заметили модно свадьба на выезде и сегодня тема нашей программы это выездная свадебная церемония сегодня тренди бренди вместе с агентством феерии организовала настоящую церемонию на выезде у нас даже есть молодожены правда свадьба у них будет чуть позже это ирина и роман победители нашего фото конкурса вконтакте love story а также специалисты без которых не обходится ни одна свадебная церемония фотограф алексей гайдин видеооператор михаил сазонов визажист оксана голодюк и парикмахер ирина качкова поприветствуем их предложение выглядело следующим образом мы приехали на ужин и в течение вечера на озере которая была покрыта льдом и снегом стали зажигаться буквы все началось весьма неожиданно то есть мы сидели кушали и вдруг случился салют на улице я говорю о как здорово в честь нас салют ничто не предвещало вообще абсолютно ничего и вдруг я смотрю да на самом деле на прям на озере на снегу стали зажигаться буквы по одной букве и в аннатез будь моей женой где-то на букве о где-то мой моей когда уже было я начала рыдать свадьбу планируем на 4 августа теперь все знают приглашаю всех невесты женихи а чаще всего их мамы боятся что на выездной регистрации не состоится на самом деле регистрация брака да это так на самом деле регистрация брака не состоится но это и неплохо это хорошо потому что если мы посмотрим на западные страны на америку на канаду откуда все это приходит к нам то там регистрация не случается на выездной церемонии то просто церемонии на которой приходит священник и молодожен и говорят друг другу клятвы они одевают друг другу колечки в загс можно сходить в другой день можно сходить в какой-нибудь вторник когда там не будет других желающих и поставить спокойно печати в свои паспорта у вас появится дополнительный маленький праздник о котором будете знать только вы с точки зрения видео есть мнение что современное видео должно сниматься трясущейся камерой которая плохо фокусируется загсе это сделать легко на выездной регистрации есть возможность установить штативы поставить петличные микрофоны для ведущей подключить систему снятия звука с пульта с пульта звукорежиссера вот и тем самым запись видео на выездной регистрации она значительно более киношная более качественная чем в загсе мама может очень сильно удивиться как это так выездная это же не поставят печать в паспорт откуда у них там печать на выездной это невозможно если слушаться советов мамы то можно вообще всю свадьбу ублажать маму можно сделать посмотреть ее в свадьбе на фотографии сделать прическу как у мамы посмотреть в каком она была платье сшить себе такое же платье и в загс ехать на автомобиле газ 21 чтобы было как у мамы лучше как у бабушки зато все будут довольны но вопрос вы свадьбу делаете для мамы или друг для друга друг для друга но мама тоже должна быть счастлива а мама будет счастлива если вы будете счастливы вот и дань уважения маме дань уважения папам они будут отданы в на выездной хороший регистратор обязательно уделит им время этот момент будет даже более трогательный чем в загсе потому что ведущий церемонии скажет те слова которые будут значимы именно для ваших родителей все знают что прическа это очень важный момент для невесты что сейчас актуально актуально как всегда классика классика модно всегда актуальны сейчас плетение причем плетение сейчас более смелые вошли в моду более ажурные чтобы они смотрелись более богато более легко и воздушно в принципе наверное для варианта выездной церемонии это один из наиболее подходящих вариантов потому что не надо переживать разовьются локоны или нет не надо переживать какая будет погода в принципе если плетение сделано хорошо то она выдержит и непогоду и дождь и ветер и любые неприятности живые цветы также очень интересно смотрится в прическах и что тут очень важно важно посоветоваться с флористом чтобы правильно сделать выбор какие цветы взять прическу конечно они должны гармонировать с букетом но важно подобрать и те цветы которые выдержат долгое время не завянут и будут иметь красивый вид для того чтобы прическа была красивой очень важно как у каком состоянии находятся волосы если волос ухожен если он блестит то конечно прическа будет замечательной поэтому у меня совет к невестам не в последние два дня а как-то пораньше позаботиться о состоянии своих волос пораньше побеседовать о том как они будут окрашены и что надо будет сделать к свадьбе для того чтобы волос максимально имел здоровый красивый вид потому что это для прически тоже очень важно свадебный макияж на выездной церемонии всегда связан с погодой да то есть мы обращаем внимание на то какая будет погода смотрим прогноз корректируем с утра да вдруг у нас дождь ветер как сохранить макияж долго устойчиво во первых попросить визажиста чтобы он пользовался устойчивой косметикой для макияжа во вторых взять с собой да какие-то средства которые помогут нам в течение дня сохранить макияж это матирующие салфетки термальная вода это может быть пудра но пудрой лучше не усердствовать и не перебарщивать если невеста вдруг растрогалась до заплакала может быть пошел дождь тоже такое бывает главное не тереть макияж до промокнуть салфеточкой и все останется так как и было изначально при подборе макияжа свадебного учитывается платье цвет учитывается аксессуары даже учитывается цвет церемонии то есть сейчас очень модно церемонии допустим в прошлом сезоне у меня были невесты там сиреневые свадьбы голубые свадьбы фиолетовые конечно мы учитывали и подбирали цвета чтобы невеста смотрелась гармонично идеальный макияж это гармония образа в целом то есть это ухоженная кожа проработанные брови и длинные ресницы чем хороша фотосъемка выездной свадебной церемонии так это тем что никто не дышит спину вы предоставлены сами себе слушаете ту музыку которая заставляет вас настроиться на нужный лад испытываете эмоции в полном объеме не поглядывая на часы что через пять минут зал нужно будет освободить это не просто только одно место на природе где вдруг пошел дождь и все отменилось то есть всегда там накануне или хотя бы за несколько часов до понятно что может пойти ливень соответственно где-то есть подготовленная закрытая площадка где церемония тем не менее пройдет если честно как мне кажется все же упирается в шоры вот здесь в голове у нас одеть дерево в какую-то легкую там тюль и сделать из него арку и вдвоем пойти деть друг друга кольца чем не церемония свадьбы для двоих то есть когда люди слышат про свадьбу церемонию будет ну это нереально потому что потому что это нереально обычно все упирается в то что не хочется делать лишних телодвижений на самом деле все очень просто и даже если идет дождь мне кажется в дождь вы не меньше любите своего мальчика или свою девочку может быть даже больше хочется прижать и закрыть от этого дождя ничего страшного самая страшная на мой взгляд ошибка и самая распространенная как ни странно это когда невеста становится собственным менеджером на своей свадьбе то есть когда она висит на телефоне пытается решать вопросы возникающие на любой пусть даже максимально отлаженной свадьбе и этот день проходит мимо нее то есть она не прочувствует каждую минуту они чувствуют что рядом с ней любимые люди и близкие которые пришли порадоваться за нее у нее в голове пульсирует не хватило места для бабушки в автобусе и одного стула на церемонии это не ее проблемы не жениха поэтому это наверное самые большие грабли которые набили огромное количество шишек которые надо обходить стороной просить людей за деньги друзей кого-то помогать организовать а самим проживать этот день от и до чем больше и тем чем активнее занимаешься свадебной среде слышишь про себя очень много интересных вещей пока мой личный рекорд по слухам это 35 тысяч в час это хорошая стоимость одного из топовых московских фотографов я конечно надеюсь к ней когда-нибудь приблизиться но все гораздо доступнее и спокойнее и свободнее как можно оценить стоимость воспоминаний или стоимость улыбки твоей дочери когда лет через десять сидя дай бог у камина в своем загородном домике или просто в своей уютной квартире держа на одной коленке дочка на другой сына ты откроешь свадебный альбом и покажешь какой прекрасной была твоя свадьба как выглядела их прабабушка как она резво танцевала вот как волновался папа и тайком утирал свою слезу я не знаю сколько это может стоить это бесценно и поэтому судить о свадьбе как о количестве нажатий на кнопку затвора количество фотографий поделенных на стоимость крайне неправильно наша импровизированная свадьба на выезде была создана студии свадеб феерии на живописной территории отеля прионежский феерии занимается организацией выездных свадебных церемоний аж с 2008 года на их счету сотни счастливых браков заключенных в различных красивых местах карелии берег озера лесная полянка парк или турбаза любое полюбившееся вам место сотрудники студии превратят в настоящий райский уголок изящные арки украшены цветами разноцветные ткани горки шампанского шоколадные фонтаны свадебные качели небесные фонари живой оркестр и другие волшебности феерии создаст свадьбу вашей мечты наша импровизированная свадебная церемония закончилась гости разошлись но операторы парикмахеры визажисты это понятно но самое то главное для невесты это же свадебное платье поэтому сейчас мы отправляемся в магазин искать красивейшее платье для ирины нашей невесты пойдем и Субтитры сделал DimaTorzok Стиль свадебного платья – это самая важная составляющая в создании образа невесты. Силуэт платья – это первое, что увидит ваш жених. И главное для невесты, чтобы это первое впечатление было незабываемым. Обратите внимание на платье вот такого плана. Платье называется «Рыбка». Оно по фигуре. Здесь очень хорошая вышивка ручной работы. Французская ткань – шантелье. Поэтому оно будет смотреться очень красиво. И вот эта вышивка будет играть очень при дневном свете. Спасибо за субтитры DimaTorzok Если у вас планируется выездная церемония, то очень важно, чтобы платье, если оно длинное и с достаточно длинным шлейфом, чтобы оно не запачкалось. Поэтому мы предлагаем либо на шлейф пришивать петелку, либо есть платьица, в которых шлейфы отстегиваются. И ваш образ будет разный. То есть вы можете быть и в длинном платье со шлейфом, и впоследствии можно шлейф отстегнуть. Субтитры делал DimaTorzok Наш свадебный салон работает под заказ. Мы работаем с фабрикой города Бреста, Беларусь. И любую понравившую вам модель мы можем заказать вашего размера. Размерный ряд у нас от 40-го размера до 56-го. И, соответственно, цветовая гамма может быть от белого до шампани и некоторые модели в кремовом цвете. У нас доступная ценовая политика, и наш широкий ассортимент не оставит равнодушным ни одну невесту. В нашем салоне работает мастер, который поможет вам укоротить длину, если платьица окажется вам длинная. Мы отпариваем платьица, храним ваши платьица до дня вашей свадьбы. Также, если это необходимо, мы можем помочь вам одеть ваше свадебное платье в ваш день свадьбы. Однажды выбранное платье приносит счастье на всю жизнь. Мы с Сашей не удержались и не смогли отказать себе в удовольствии поверить в свадебное платье. По-моему, мы прекрасные невесты. Ну что ж, я думаю, что у Ирины с Романом практически все готово к свадьбе. Дело осталось за малым. Это предсвадебная фотосессия, так называемая лавстори, которая сейчас очень модна среди молодоженов. А в нашей группе ВКонтакте как раз проходил конкурс, главный приз которого была съемка лавстори от Алексея Гайдена. И как говорится, сейчас будет рубрика без комментариев. Вы посмотрите эту прекрасную лавстори для Ирины и Романа. Ну а мы с Ксенией прощаемся с вами. Смотрите Трэнди Брэнди, участвуйте в наших конкурсах и до свидания. Любите друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok